Пожалуй, наиболее опытным спортсменом из тех, кто присутствует сегодня на этих соревнованиях, является именно Владислав Дикиджи. 18-летний спортсмен тренируется в группе Олега Татаурова и своей произвольной программой вполне способен бороться за любую позицию на пьедестале вплоть до победы. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ведь действительно программа из тех, с которой можно бороться за самые высокие позиции. У Владислава чуть-чуть не получилось на заключительном каскаде у Владислава. Такое впечатление, что потерял ориентирование в воздухе спортсмен и на тройном тулупе приземлился на ход вперед совершенно разбалансированным. А так-то в целом действительно очень сильный прокат, очень интересная программа и потенциально может продолжать свою победную серию Владислава Дикижи, которую он начал в нынешнем сезоне на мемориале Николая Панина Коломенкина и на втором этапе Кубка Федерации Санкт-Петербурга. В прошлом сезоне выиграл финал Кубка Федерации, то есть финальный турнир тех этапов, которые проходят сейчас уже третью неделю подряд Владислав Дикижи. И вот мы видим, как уверенно начал он свой прокат произвольной программы с каскада из четверного сальхова и двойного тулупа. Потом последовал еще более уверенный сольный четверной сальхов, прекрасный тройной аксель. Арбитры и за четверной, и за аксель поставили по плюс три. Замечательный Риттбергер, опять же потянувший примерно на плюс три от бригады арбитров в целом. Оставляет очень солидное впечатление своим выступлением Владислав Дикижи. Немного не получилось у него в короткой программе продемонстрировать максимум. И вот этот каскад тройной луции на тулупе, смотрите, на ход вперед приземляется спортсмен. Плюс к этому еще и падает, теряет, ну, баллов 5-6, наверное, на этом падении. Спортсмен потерял, смотрите, недокрученный тройной тулуп, пониженный до двойного. Отрицательные оценки, и это из потенциальных 11 баллов вылилось только в 5 на выходе. И еще минус с этим падением тоже прилетит балл штрафа, то есть, ну, сколько? 7 получается баллов только на этом прыжке потерял Владислав Дикижи. И это только с точки зрения математики, без влияния общего впечатления на оценку за компоненты программ. Все мы с вами прекрасно понимаем, действительно, очень жалко вот стулуп. С вами был Игорь Негода. Ну что, пора, наверное, уже определиться с оценками для Владислава в бригаде арбитров и выяснить, какую же итоговую сумму получит этот спортсмен за выступление в Казань. Владислав Дигиджи за произвольную программу набирает 162. Он лучший пока по сумме за произвольную программу 162.56 и, естественно, он выходит на лидирующую позицию при таком прокате 238.57. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok